Андрей Иллистратов два десятка лет своей жизни посвятил журналистике, но сегодня он в роли респондента. Рассказывает молодежи о своем опыте участия в специальной военной операции. Андрей был там сначала в роли военного корреспондента, а потом сержант ВДВ. Вернулся еще раз уже добровольцем. Определенные привычки, определенные понимания того, с чем придется столкнуться, был. Но мне повезло еще в том плане, что я попал в хорошее подразделение. У нас был командир батальона. Такое впечатление, что известные мне песни любых команд, да, это вот прям с него писали. То есть это человек, который за своих солдат переживал больше, чем по самому себя. То есть я вообще не окажусь, что я служил под его командованием. Еще один спикер форума Владимир Питеркин. Осенью прошлого года он спас 11-летнего мальчика. Он катался на коньках, но лед не выдержал, и подросток оказался в воде. Его друг начал искать помощь и нашел ее в лице сотрудника дежурной части Владимира Питеркина. Озер когда-то бежал, видел, что посредине озера находится мальчик, который старается вылезти на лед, но лед постоянно ромается. И у него уже практически не хватало сил. Я ему сказал, чтобы он пока не двигался в связи с тем, что лед тонкий, и чтобы он просто держался за ледом. Я снял пункт и спустился сразу. Имя Василия Мартынова на слуху у тех, кто помнит нашумевшую историю про озверявшего отца, который в августе 2019-го чуть не выкинул с третьего этажа пятимесячную дочку. Василий вместе с коллегами предотвратили трагедию. Сотрудники органов предыдущих дел, как и любые сотрудники других ведомств, это наиболее подготовленные люди, которые специально проходят определенные занятия, обучения. И часто сталкиваются с такими ситуациями, поэтому наша задача заключается в том, что в основном ситуации максимально скоординироваться, сконцентрироваться и принять те действия, которые необходимы. Такие люди, безмерно любящие свою родину, профессионалы своего дела, стали главными героями форума. Свои истории рассказали те, кто по роду профессиональной деятельности и зову души совершают подвиги в повседневной жизни. Современный герой – это тот, кто с добром относится к людям, понимает их проблемы, помогает им их решить, думает хотя бы сам о людях, а не только о себе. Марафон посвятили памятной дате Дню Героев Отечества. С героями нашего времени могли пообщаться школьники и студенты. Это нужно проводить в первую очередь для просвещения молодежи, детей, младшего возраста, подростков, потому что защита Родины – это очень важно. 9 декабря многочасовые прямые эфиры прошли в 10 городах страны. Просветительский марафон «День Героев Отечества» стал продолжением большого патриотического проекта «Знания о героях». Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости. Продолжение следует...